здравия желаю наобранцы рядовые ветераны маршу на связи штаб игрового спецназа связи связист иван создатель и мы продолжаем заполнять отчет по отделу бесконечного лета хорошей концовки со славей остановились мы на том что славя у нас заболела семена к ней то семена выдворили конечно из медпункта по подозрению в растлении и дальше у нас будет седьмой и наверное последний день пребывания в лагере совенок давайте начнем давайте продолжим спалось плохо я постоянно просыпался на пару минут а потом снова отключался только мне не снилось толком ничего мне не снилось лишь какие-то гротескные картины которые забылись к утру разбудила меня ольга дмитриевна вставай уж я протер глаза и обратно посмотрел на нее сколько времени достаточно все тело болело голова была тяжелая как шар для буллинга марш умываться я послушно встал взял пакет с зубным порошком и щеткой вышел на улицу вообще-то с вожатой совершенно не хотелось понятно что меня ждет разбор полетов причем суровый лучше его отложить на как можно более поздний срок конце концов я всегда так делал то есть не заснуть на ходу я как дошел до умывальников холодная вода несколько несколько привела меня в чувства может стоит зайти к славе пока еще есть немного времени просто сказать ей что я сожалею с другой стороны чем не оправдываться идея было ее и что я то что я ты сделал не так просто опять в тупо опять попал в гру в глупую ситуацию где все факты против меня я вздохнула направился назад домик ольги дмитриевны 100 верным намерением если не увидеть вожата в своей правоте то хотя бы показать что на своей позиции я буду стоять до конца однако в комнате никого не было если на кровати обходил голову руками надо придумать оправдание срочно красиво и правдоподобное если не хочет верить в правду чем ничего удивительного на ее месте верит ли кто-то кто поверил голову не приходило ничего сколько-нибудь стоящего я просто сидел смотрел в окно на восходящее солнце тихо скрипнула дверь и вошла вожата ольга дмитриевна я все же хочу объяснить что не стоит я удивленно посмотрел на нее я все понимаю то есть вы понимаете что это совсем не так как выглядела почему выглядел именно так я не хочу служить тебя и славе понимаю молодые организмы гормоны все такое я бессильно вздохнул и опустил голову на руки что что мне сказать что вы мне поверили ничего я же говорю все понимаю ничего вы не понимаете прошептал если поднос ладно марш на линейку я стал и нехотя поплелся за ней но зайти так мне можно к ней конечно же нет вожата удивленно посмотрела на меня как будто такой вопрос был чем-то абсолютно неуместным я же предупреди я уже предупредил медсестру что-то чтобы тебя не пускали ну хотя бы как она себя чувствует похоже славя действительно заболела я не успел спросить насколько серьезно потому что мы уже вышли на площадь иди вставай на свое место я остановился рядом с электроником шо вчера было что-то он мне ты о чем ну ты внезапно исчез да так вот еще не хватало чтобы весь лагерь узнал если неправильно поняла вожата то уж остальные хотя уже не я уже начинал думать что возможно не все так уж и неправильно линейка состояла из переклички сообщение о том что в душу их сегодня ремонт поэтому мыться помыться не удастся наконец меня весело галдя по же побежали на завтрак я уныло поплелся за ними по правде говоря есть совсем не хотелось постояв у двери столовой я развернулся направился прочь не знаю как так получилось но вскоре передо мной словно из ниоткуда возник медпункт похоже сработал автопилот я пристально остался на дверь стоя в нерешительности меня же не пустят ты что остается ждать наказание от ольги дмитриевны если она вообще будет ждать пока узнает весь лагерь а это еще хуже смешливые взгляды со всех сторон от отчуждения и весь ведь наверняка так она и произойдет нет я вряд ли в чем-то провинился но именно в данной ячейке этого фантастического социума такой поступок точно считается если не грехом то серьезной девиацией а значит терять не уже нечего я уверенно постучался сейчас сейчас я дернул ручку на дверь не открылась заперта через несколько секунд в замочной скважине повернулся ключ и показалась медсестра добра вот в пионер добрая и уверенно ответил я ты же знаешь что тебе сюда нельзя знаю но если бы вы нет 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 так не пойдет лукаво сказала она приказ вожата есть приказ если ты спросишь лично спросишь лично меня то я ничего плохого в твоем поведении нахожу но только дмитриевна может все-таки нет я злобно посмотрел на ее развернулся демонстративно медленно зашигал прочь от медпункта что делать дальше я не знал просто шел вперед и изредка калашматик кулаками встреченные деревья очнулся я очнулся я от этого приступ ярости только тогда когда руки уже нити нестерпимо болели а губы все все были искусны в кровь и самое интересное ведь все это фантастика с попадания в непонятный пионер лагерь и закончилась самой банальной жизненной ситуацией такой же глупый как и мое существование и опять что-то не так сделал где ты не подумала мне неправильно поняли что же пусть теперь все идет своим чередом возле столовой никого не было я вздохнул с облегчением и сел в дальний угол чтобы не дай бог мне никто не увидел кое-как запихнул все завтрак и уж собирался уходить как моем к моему столику под подлетела мику добра ватри семян а я сегодня проспала что проспала что-то может и можно я с тобой тут посижу и не дожидаясь ответа и не дожидаясь ответа села рядом я ухожу вообще-то а правда что славе это того ну ты понял она пристально уставилась на меня хлопая глазами кто тебе такое сказал конечно стоило ожидать что слухи расползутся быстро но не настолько же и она чем медленно сберечь я от жени услышал она вроде бы от сыроежки на ему сказал ольга дмитриевна ты не подумай я не хочу лезть не в свое дело просто нет если не хочешь не отвечай но если это не секрет не хочу отвечать ты права я встал и быстро направился к выходу день сегодня был жарким распалял мою злость ведь жару я не любил впрочем сейчас что угодно могло вывести меня из себя однако надо было решить как вести себя дальше меньше всего мне хотелось кем-то сталкиваться поэтому я направился лес чтобы спокойно подумать остановившись на полянке я присел на пенек взял палочку и начал ковырять ей землю если от меня ничего больше не зависит то и остается только ждать но что я собственно могу с боем прорваться медпункт даже если и так же и что то что дальше попытаться вразумить ульгу дмитриевну вряд ли получится забавно что все но вся фантазия фантастика вы вылилась в обычную бытовую ситуацию если бы это происходило в моем мире то проблем бы никаких не было самом деле что такого ну спал я с девушкой кого это волнует и даже если если бы мне было 17 лет то ничего страшного бы не произошло было бы немного сложнее но все же а тут что я не хозяин сам по себе сам себе впрочем был ли я вообще был ленька вообще когда-либо все ли от меня зависело моей собственной жизни если я достиг хоть и одной вершины который стремился а теперь здесь достигнув ее никак не могу удержать может быть самого начала я был всего лишь зрителям я попаданию в этот лагерь местный обитатель все события которые здесь со мной произошли все это не более чем причудливая игра в которой я только лишь пешка если так то свою роль и стоит сыграть как можно лучше я встал решительно провался на завтлагерь плана еще не до конца созрел голове однако для себя я уже все решил в домике вожатой никого не было я начал рыться по шкафам собрал мешок в мешок спальник свою зимнюю одежду фонари кое-какие теплые вещи которые смог найти уйдя на улицу носу к носу столкнулся с алисой поход собрался да в поход уверенно ответил я что же удачи она хитро улыбнулась и пошла дальше быстрым шагом и направился в сторону медпункта конце концов медсестра тоже человека на обед и наверняка пойдет я засел в кустах по нему саждать время летела быстро в голове все прояснилось решение мое было твердым и я не обдумывал свой план дальше ближайшего хода но мне было все равно главное что я действительно им действует именно так как считаю нужным а там дальше будь что будет конец показалась медсестра она осмотрелась но видимо не обнаружив угрозы закрыла медпункт на ключ и быстро пошла в сторону столовой кто-ка назад скрылась за поворотом несколько прыжков подскочил к окну яростно забарабатывал по стеклу вскоре показалось славя семян ты что здесь делаешь теперь же нельзя как все чувствуешь хорошо но ольга дмитриевна сказал мне что еще день надо здесь побыть а мне сказаться все а мне сказал совсем другое вылезай уверенно сказал я что зачем испуганно спросила славя вылезай потом все расскажу на некоторое время внимательно посмотрел на меня на потом без возражения открыла окно я помог ей спрыгнуть на землю и что дальше пойдем я взял ее за руку и направил в сторону леса через несколько минут славя остановилась семян что мы делаем а что такого ты считаешь что все это правильно нет но так был так будет только хуже почему же мы имеем право поступать как считаем нужным хорошо но что дальше об этом я не подумал каждый этап моего плана пока что реализовывался весьма успешно но просчитывать даже даже на ход вперед совсем не хотелось смотри я открыл сумку показал вещи который забрал из домика вожатый и славя попросительно посмотрел на меня не знаю отсидимся в лесу пока что покажем что с нами тоже надо считаться но ведь это глупо по-детски если не хочешь а нажал он посмотрел на меня я сделаю как ты скажешь а до их слов у меня мурашки по коже побежали как ты скажешь раньше мне никто и никогда такого не говорил в любом случае думаю сейчас это самое лучшее решение ладно я расстелил спальный мешок на земле и мы сели на него и что будем делать не знаю я был как никогда близок к провалу нет и сами я не сомневался в своем решении но что делать дальше и правда не знал а что ты хочешь поесть было бы неплохо ты ничего собой не захватил вот об этом я как раз не подумал нет медленно ответил я ладно мы продолжали сидеть молча интересно буду ли будут ли нас искать даже если будут то вряд ли это удастся лес большой но вот еда к вечеру ей и я есть захочу ладно ты сиди здесь я скоро вернусь куда ты за едой может вместе пойдем не стоит я мигом оставив славе одну до полянки я быстрыми шагами направился назад к лагерю в том что она никуда не уйдет и дождется меня я был абсолютно уверен хотелось бы так же веришь я запомнил дорогу если искать нас еще не начали то славе уже хотелось точно так что стоит передвигаться пусть осторожней чтоб не не заметили принципе опасность исходя из по исходила от любого пионера не только знакомых такому вопиющем случае похищение человека наверняка уже известно всему лагерю если добраться по добраться про перебежками до столовой не составил особо труда то что делать дальше я не знал не могу же вот просто так взять войти туда прячешься я аж подпрыгнул от испуга за детство ела ульянка проголодался небось она пристанно ставилась на меня зачем молчишь я на секунду потерял дар речи поэтому ответить не смог так зачем пришел так ну хочу взять еду для славя вот как да вот так ладно сейчас к моему удивлению ленка не стала задавать неудобных вопросов она побежала к столовой и мгновение ока скрылась за дверью я не знал что делать дальше довериться ей ждать или бежать пока она не вернулась с кавалерией однако у ленка не дала мне времени на обдумывание так как уже спустя пару минут появилась вновь с каким-то пакетом в руках вот пакете оказалось полно булочек то есть в пакете оказалось полно булочек в пакетах и несколько треугольников с кефиром но почему потому что это смело и круто она хитро улыбнулась сай перед привет передавай ульянка помахала рукой и убежала я еще некоторое время стоял в замешательстве но потом направился назад лес вообще это неплохо не похоже на ульянку но я был ей благодарен в конце концов одному мне вряд ли удалось днем достать еду без приключений вернувшись на полянку и обнаружил там славе все той же поясе девшую на спальнике вот я протянул ей пакет едой как у тебя ловко получилось восторженно сказала она ну мне помогали слава просительно посмотрел на меня но я не стал углубляться подробности мы сосредоточенно ели не говоря ни слова наконец удовлетворенно вздохнул неплохо весьма неплохо да согласилась славя что теперь будем делать может у тебя есть какие-то предложения насчет чего ну хотя бы как-то договориться с вожатой не знаю а ты уверен уверен перебил я ее конце концов это акт протеста пусть она знает что нельзя сам что нельзя мной и осекся нами помыкать похоже сказал глупость если я для ольги дмитриевна точно был мальчиком на побегушках то славя ты смешной она мило улыбнулась можно можно же просто подойти к ней поговорить но раз ты хочешь сидеть здесь и ждать то я согласна я пытался поговорить так мы продолжаем были какие просто технические неполадки я пытался поговорить именно так как надо а как надо по правде говоря и не знал такие неудобные разговоры всегда были для меня чем-то из области нерешаемых задач возможно если бы знал как надо вести себя в подобных ситуациях все было бы по-другому конечно сам боялся чувствовал себя виноватым откуда же взяться уверенности не знаю славя рассмеялась что ничего просто сейчас я похож на принцессу который прекрасный принц похитил из замка злой колдунью я ваня внимательно посмотрел на нее это звучало монтично но мне казалось что сейчас славя сказала сказала глупость но вообще ольга дмитриевна злая колдунья здесь что-то определенно есть аналогия прослеживается чекание каждое слово сказал я и у принцессы обычно не бывает выбора в таких ситуациях загадочно ответила славя выбора не может быть не может такого быть это у меня нет никакого выбора только сиди и ждать что я чудесным образом вернусь в свою реальность разве славя такая же примерный пионер умница красавица да у нее да у нее сотни если не тысячи выборов но сейчас именно та ситуация которой я мечтал всю жизнь такая недостижимая девочка как славе не просто сидит рядом со мной разговаривает весело смеется а во всем полагается на меня только хорошо это или плохо и что мне делать делать дальше вопросов было больше чем ответов когда когда за себя в жизни решение принять тяжело взять ответственность за свои поступки то как же все это можно сделать за двоих раньше я был скорее сам устранился от подобных проблем а вот сама как-нибудь решится без моего участия сейчас я так поступить не мог и далеко не потому что находился черт знает где и когда знаешь возможно я был неправ славя председательно посмотрел на меня мы действительно ничего не добьемся сидя здесь даже не так это просто глупый по-детски тут ты права и что же тогда нам делать пойдем мы стали я засунул спальник мешок взял славу за руку за руку и направился в сторону лагеря опаньки блин пацаны через некоторое время мы вышли на площади нас как будто уже поджидала ольга дмитриевна явились не запылились сказала на злобно есть те что тебе сказать свое оправдание так мне не в чем оправдываться ответил я спокойно да ну ладно то есть ты считаешь все это нормально хорошо она остановилась на пару секунд и перевела взгляд на славя иди к себе я понимаю что ты ни в чем не виновата славя не сдвинулась места лишь опустил глаза крепче жалую руку славя как видите она не хочет чем это такое хмурил да ничем боже мой я начал заводиться почему вы считаете что мы сделали что-то неправильное и вообще ничего мы и не делали тут и не видела она ухмыльнулась и что же вы видели она замялась и почти сразу же ответила тем же тоном достаточно хорошо же хорошо же вы выводы делаете вам бы в нквд работать не хами меня и не собирался даже и хитро ответил я в общем я не жалею я не желаю дальше вести бессмысленные споры ты наказан до конца смены правда и как же будешь сидеть под замком если не соглашусь ольга дмитриевна удивленно посмотрел на меня только сейчас я заметил что вокруг нас начали собираться пионеры в толпе были видны лена и лена и алиса и ульяна что значит не соглашусь медленно произнесла вожатая то и значит но ты не можешь настоящий пионер значит я фальшивый ольга дмитриевна замолчал он собираясь силами думаешь я не смогу тебя заставить и каким же образом один настративно рассмеялся если не брать во внимание всякие потусторонние силы в которых я сейчас думаю я сейчас думал последнего речи средств принуждения вот уважатой действительно не было никаких знаешь что что похоже ольга дмитриевна и сама понимала что проиграл но согласиться на поражение и никак не позволяла гордость и статус самый старший мудрый в лагере я я по месту учебы на тебя характеристику пошлю да те в комсомол не примут в партию не возьмут а такие страшные угрозы я даже не нашел за что ответить короче говоря у тебя все равно выбора нет славя все время молчавший до этого вдруг вмешался разговор а почему вы изначально правы ольга дмитриевна что семен всегда в чем во всем виноват что такого произошло что он что мы сделали не так вы хоть сами знаете в чем нас обвиняете а если бы на моем месте было бы другая вы бы на вере себя точно так же славя ты же знаешь в том-то и дело что я знаю знаю вас знаю что в семен ни в чем не виноват знаю что он у вас к нему непредвзятые отношения непонятно почему кстати а ведь он старается да это иногда выглядит немного неуклюже но я знаю что он вкладывает все силы и всю душу что же тогда вы будете винить его за просто за то что он такой я завораженно слушал славян монолог и толком не понимал хвалит она меня констатирует факт или высказывает свое мнение возможно предвзятое кажется даже сами ее слова пролетали мимо ушей мне достаточно было слышать мелодию голоса которая завораживала уносила отсюда от этой ваша больной вожатый дурного пионерлагеря успокаивала и залечивала душевные раны ладно не знаю что уж с вами делать альга дмитриевна несколько смягчилась но не думайте что я одобряю ваше поведение она развернулась и пройдя сквозь толпу направил сторону своего домика я начал ждать глушительных аплодисментов как в американских фильмах но толпа посмотрев зрелище начала быстро расходиться решили янг хитро подмигнула мне знаешь по моему несколько переборщили я посмотрел на славя она улыбалась нет ты что сам сам я бы я сам бы с ней спорил бы до глубокой ночи а ты так все четко ясно расписала я бы и за неделю таких слов не подобрал да ладно тебе что ладно это чистая правда ни капли лжи и ни капли комплиментов она пристально посмотрел мне глаза и рассмеялась а я сказала что просто первое что в голову пришло а вышло вот так вот как первая мысль самая правильная как говорят наверно только сейчас я заметил что мы все еще продолжали держаться за руки несколько смутившийся пытался совместить свою вою но славе не дала от этого меня пробил на секунду холодный пот куда пойдем идти к себе в домик совершенно не хотелось точнее не хотелось вообще оставаться в лагере а что скажешь если я предложу вернуться в лес славе удивленно посмотрел на меня но понимаешь просто иногда хорошо пойдем я не ожидал такой быстрой реакции поэтому не знал как закончить фразу хотел я сказать что иногда бывает такое хочется уехать куда-нибудь из привычных мест хотя бы ненадолго хотя бы на пару часов раньше я часто так делал катался по незнакомым районам или даже соседским с осенним городом новые места новый пейзаж успокаивают мою душу позволит понять что мир не ограничивается четырьмя стенами квартиры дорогой до института или работы а если это так то в нем есть люди которые живут лучше лучше или хуже а значит мои среднестатистические проблемы не столь трагичны как кажется я не вольно усмехнулся что ничего просто тут вспоминал ну да неважно пойдем держась за руки мы направились в лес вскоре мы вышли на полянку возможно то же самое где сидели час назад может совсем другую я разобрать не мог сюда попростительно посмотрел на меня нет давай пойдем дальше хорошо поблуждав по лесу мы не примерно с полчаса мы оказались возле небольшого озера отличное место это точно славя загадочно улыбнулась значит привал предлагаю сделать здесь отличное место я разложил спальник на земле уселся на него по моему примеру последовало моему примеру последовало славя и что будем делать не знаю ты же хотел в лес да хотел опять мне приходится принимать решение а ведь я совершенно не знаю чем можно заняться например поговорить но о чем да ладно не напрягайся ты так славя рассмеялась я совсем не я же вижу ну просто потому что все в порядке как скажешь я вздохнул и уставился все под ноги лучше расскажи мне про себя да и ничего в общем не может такого быть что у человека совсем ничего было интересного не было почему вот я например вот я например просто просто ты она задумалась а может ты что-то не договариваешь что же не знаю скрываешь от меня что-нибудь но зачем откуда мне знать тебе виднее ну нет как то ты это сказал как не так славя вновь рассмеялась уверен если бы на ее месте был бы кто-нибудь другой он бы не вел себя так настолько спокойно хорошо что тебя интересует ну расскажи про себя какие-нибудь интересные случаи жизни сейчас мне почему-то совершенно явно казалось что ничего в моей жизни интересного не было ладно дай подумать я сделал умный вид когда был маленький лет пять-шесть наверное у меня на даче был шалашик крепкий такой из досок на крыше рубероид в общем в случае войны послужил бы пумбоубежищем вот когда раз и сидел в нем в этом шалашике внезапно упал а за ним были грядки с клубникой и все эти доли секунды что я летел до них думал что все вот она кослявая кослявая с крюкой пришла с крюкой пришла теперь опять глазами пронеслась вся жизнь всего за шесть лет но все же упал на грядку и ничего не почувствовал понятное дело земля рыхлая ее там целая гора вот такая вот история славя рассмеялась ну это же глупо мне в то время так не казалось а сейчас не знаю наверное ладно еще что-нибудь расскажи опять скажешь что глупость не скажу эх я вновь задумался ну еще как то у мастика упал в пруд и чуть не утонул у тебя все истории какие то обиженно сказала славя ну я же говорил вспомнить особо нечего а вот рассказываю первое что в голову придет кстати насчет озера славя посмотрел в сторону воды может искупаемся да я как то не любитель особо да и не в чем да ладно тебе она одарила меня загадочной улыбкой ну я даже не знаю само собой хотелось сразу же согласиться но все же было как то неловко давай давай славя весело засмеялась и побежала к озеру по дороге расстегивая рубашку ну я встал со спальника и медленно направился за ней когда подошел славя уже весело плескалась в озере а вокруг валялись раскиданная одежда давай сюда да я не как то не хочется промычал я да ладно тебе весело она похоже совсем меня не стеснялась да и мне сначала хотелось отвернуться но тут еще большой вопрос что приличнее в такой ситуации если славе кажется что это нормальным то а я пока покажу смущение не обидит ли это ее да и не главное да и не главное это сейчас я плавки не взял наверное не самая уместная отговорка при данных обстоятельствах ну так и я сказал славя впереди на тон ниже не бойся я не боюсь что тут бояться тогда залезай я не знал что ответить наверное и хотелось согласиться но чтобы все это было не так не так спонтанно и беспричинно и действительно почему славя настолько приветливой со мной или тут что то большее тогда точно не понимаю ну и не надо расстроенно сказала она и тогда кассир разведи зачем затем вот я выйду надо будет высохнуть а да хорошо я быстро вернулся к спальнику по дороге собирая ветки набрать хорст оказалось делом нехитрым а вот развести огонь у меня не было ни спичек ни зажигалки как и в любой нормальный человек я знал что можно потерять две палочки друг от друга однако сам никогда такого не делал но выбора не оставалось я медленно начал одной веточкой сверлить дырочку в другую хорошо что дерево показалось попалось сухой иначе бы шансов у меня не было никаких вообще я слабо надеялся на успех однако спустя примерно минуту появился дым и спухнул слабый огонек который тем не менее тут же погас хотя бы стало понятно что такой способ добычи огня могу освоить и я мне понадобилось еще минут двадцать мучений но наконец перед спальником горел небольшой костерчик я линию подкидывал туда ветки однако вот оно как получается человек ко всему приспосабливается даже я возможно смог бы выжить в тайге из мысли я о выживании меня вывел слабе которая нависла надо мной какой ты молодец я поднял взгляд и тут же отвернулся она стояла в одной почти в одной почти ничего не прикрывающий рубашки однако ладно там ладно там в озере другое дело так близко с тобой не пропадешь слабый сел рядом прислонившись ко мне спиной надеюсь все надеюсь все быстро высохнет почему-то я и на это очень и я на это очень надеялся ну так что что спросил я сбывчивым голосом расскажи еще что-нибудь да я даже не знаю мне комок застрял в горле никаких рассказов и речи идти не могло ты вдруг какой-то скованный стал действительно еще бы вдруг да нет просто я чувствую что долго так просидеть не смогу же животные инстинкты затуманивали разум а ты думаешь это нормально что ну вот так сидеть а что такого славя похоже правда не понимала но ты же неужели не понимаешь я бессилетно вздохнул не знаю даже ее голос прозвучал лукаво а ты что думаешь ну я ну мне может и не стоит сдерживаться и слава молнии сверкнули у меня в голове если уж она разрешает между нами случилось нечто прекрасное такое что еще шесть дней назад я не мог им о чем еще шесть дней назад я не мог и мечтать может быть вот она цель моего попадания в этот лагерь это было чудесно да мы еще некоторое время просто лежали рядом что то холодно сейчас я расправил спальник и мы забрались внутрь славя положил голову мне на плечо не взражаешь если я немного посплю а то что то устало да конечно вскоре она размеренно задышала вокруг ветер тихо шевелил листья на деревьях совсем рядом колыхалась трава над лицом летали мелкие назойливые мошки мне вдруг показалось что это самое лучшее место видим виденное мной за всю жизнь с этими мыслями я заснул я открыл глаза и увидел над собой бушующую крону дуба поднялся сильный ветер пронизывающий до костей с неба на меня смотрела полная луна наступила ночь сколько точно времени сказать было никак нельзя но это и не имело большого значения славя еще спала я поплотнее укутался в ее спальник а сам встал оделся направился к озеру ужасно хотелось пить а других вариантов просто не было да я не думаю что вода здесь ядовитая мы же не рядом с чернобылем все таки по крайней мере хочется в это верить я зачерпнул воды и с жадностью опустил лицо в ладони мне показалось что это не озеро а сам настоящий родник настолько вода была вкусная снизу на меня смотрела мое отражение подернутое разводами лунным блеском прохожая она улыбалась странно я ее не заметил я приподнял в приподнятом настроении духа я направился назад стольным намерением проспать до утра как вдруг рядом скрипела ветка я обернулся на шум и видел что за деревом кто-то стоит кто здесь закричал я взволнованно не надо так орать волос показался знакомым я подошел ближе и увидел Лену что ты здесь делаешь гуляю в такое время а что нельзя нет просто странно я прислонился к дереву задумался она наверняка здесь не просто так ребят если честно я вот долго не не проходил эту игру то есть ну я пропал на время извините конечно и признаюсь честно мне больше конечно вот все девушки у меня вот в этой игре они у меня как бы подразделяются на некоторые такие вот типы ну то есть ну грубо говоря я то есть вот как вам сказать вот в плане чувств и ощущений мне больше То есть в плане чувств и отношений Мне больше нравится Лена В плане красоты Мне больше, наверное, нравится Славя А если там смотреть То есть вот Алиса мне нравится В качестве вот такой Как бы бунтарской деятельности Как у Ульянка Но Ульянка так Немного поменьше Мику Больше, наверное, по Визуализации и, наверное, по Тоже какому-то Творчеству, грубо говоря Трудно мне объяснить свои мысли Но просто я сейчас вот в этот момент Что-то вспомнил Как я проходил Бесконечное лето концовки На Лену Это была очень чувствительная для меня концовка То есть, ну, реально Конечно, не очень чувствительная Как первое прохождение Когда я вышел на плохую А потом на хорошую концовку с Алисой Но Но Как-то Лена у меня Наравне Со Славей Ульяной Они Она там Мне больше симпатизирует Грубо говоря И Признаюсь честно Когда я проходил еще Плохую концовку Со Славей Я даже, если честно Как-то Вот когда вот Началась Эта вакханалия С медпунктом Ну, с медпункта Я, если честно Даже как-то Уже подзабыл На Ну, забыл Что есть еще другие персонажи И Мне даже Мне даже Стало как-то Немного грустно Что типа Я понимаю, что Сюжетная ветка Посвящена В основном Славе Но Ну, то, что Остальные персонажи Они как-то Мало участвуют В сюжете Тоже Как-то Удручает Если честно Вот так вот Надеюсь Вы меня поняли А если нет То извините Просто Хотелось Как-то Выговориться Как бы Мысль и слух Только в игровом Формате Это, конечно Ведь это Не мой Жилайф канал В гостях У Ивана Она наверняка Здесь не просто так Да что говорить Мы сюда ели Дошли А уж гуляя К этому озеру Точно не выйдешь И даже ночью Можно увидеть В пае Десятков шагов Отсюда Спящую славю И Что? Я вот, кстати А Я вот постоянно Вот когда Вот смотрю на эту эмоцию И не могу понять У нее рот что Там Открыт или закрыт Оказывается Он открыт Но зубы стиснуты Что скажешь? А что я должна говорить? Тебе виднее Не понимаю О чем ты Хорошо Ты тут давно? Ну не так уж Это сколько? Это немного Отрезала Лена Ладно И все? Не знаю Мы еще некоторое время Стояли молча Тебе наверное Пора возвращаться А то славя замерзнет Значит ты видела Сложно было Не заметить Если ты думаешь Что А что я должна думать? Вот Я кажется Вот понял Лена Вот мне больше нравится У нее эмоции Конечно Вот когда она Злится Вот когда Вот у нее там Глаза такие Выпученные И там Радужные оболочки С зрачками С ужина Это конечно Блин Караул Такого В страшных Снах Не предвидится Ну Алиса Она более-менее Как-то ну Помягче В плане Эмоции Злости Вот А что я думать Должна думать А? По-моему тут все Предельно понятно Да Наверное То есть ничего не скажешь А что сказать? После вашего представления На площади Днем Днем Слова кажется Неуместны Никакого представления Не было Мы просто Как будто Я оправдываюсь Перед ней И вообще Не твое дело Совершенно верно Дело твое Только смотри Будь осторожен Ты про что? Если тебе все Так легко дается То ты вряд ли Будешь дорожить этим А стоило бы Не понимаю Ну вот Славя Раз И вы уже тут А потом Второй Третий Потом тебе надоест Возможно надоест Лена сделала паузу Поэтому я и говорю Тебе Надо дорожить тем Что имеешь Пусть это и достается Без особого труда Если ты считаешь Что я к этому Отношусь Как к игре То ты сильно Ошибаешься Я так не считаю Но это вполне возможно И вообще Может быть Не стоит Лезть не в свое дело Я просто Даю совет Вот мне тоже Вот эта эмоция Тоже нравится Очень Кажется Я не просил Никаких советов И вот кстати Я удивляюсь Ребят Ребят Вот В сюжете С Леной Вот Кроме Плохой концовки Ну может там Еще в хорошей Вот А Вот Я удивляюсь Вот этой вот Переменчивой Переменчивому Состоянию Лены То есть Она изначально Обычная тихонь А потом По сюжету Становится Как бы Мудрой Более такой Ну Как бы Эмоциональный Грубо говоря А до этого Было стеснительный Странно Как это Хотя с другой стороны Я Я хвалю Авторов За такое Раскрытие Персонажа Но Как-то Немного Странно Надо же Как-то Постепенно Это делать Там например Вот До того Самого дня Как До того дня Как Семен Слены Отправились В шахты Она была Тихоней Где-то там Вот Где-то Посередине Вот Ну Уже Моменте Шахтами Она Становится Как-то Более Уверенной И прочее Кажется Я не просил Никаких советов Кажется Тебе стоит Вообще Думать О том Кажется Тебе стоит Больше думать О том Что ты делаешь И собираешься Сделать Чтобы потом Не было Мучительно Больно Слушай Все это Похоже На угрозу И действительно Похоже Может и так Сказала Лена Загадочно То есть Ты Нет Совсем Нет Нет Что ты По крайней мере Сейчас Добыл Она шепотом Лена Развернулась И начала Удаляться В чащу Я не стал Ее останавливать Когда Когда она Уже почти Совсем Скрылся Из виду Я заметил Что у нее В руке Что-то Блеснуло В лунном свете Что это За странная Девочка Если честно Да Немного Стремновато Я Захнул И вернулся К Славе Ночь Была Холодная Но теплота Ее тело Не давало Мне замерзнуть Вот Вот если честно Я сейчас Вот Вспомнил Про вот это Вот Про Сюжет С Мику Там Где Лена Всех Фактически Зарезала В лагере Я Если честно Не могу Ее Не мог Понять Ее Там Ну Но Точнее Я понимаю Что типа Она настолько Блин Влюбилась В Семена Что готова Всех Поубивать Но Не знаю Что-то И вправду Какой-то Странный персонаж С одной стороны Загадочный Тихий А с другой С другой Какой-то Ну Не такой Возможно За это Я Елену Полюбил Что она такая Ну Какая-то Неординарная Личность Как Алиса Наверное Потому что Если в начале Прохождения С Алисой Алиса Алиса Была Какой-то Ну Такой Дикой Бунтаркой То вот Под конец Она как-то Начала Смиряться Ну то есть Становится Смирной И А вот Со Славей Вот тут Наоборот Прилежная Девочка А под конец Какая-то Ну Не такая Грубо говоря Да и вообще Какие-то девушки Тут странные Ночь была Холодная Но теплота Ее тело Не давало Мне замерзнуть Надеюсь Что так же Я согревал И славю Так Ну У нас Седьмой день Последний Но я думаю Что ребят Лучше я на этом Остановлюсь Потому что Мне еще Надо смонтировать Я проснулся От холода С первыми Лучами солнца Так Ладно ребят Мне нужно Я пожалуй Остановлюсь Потому что Мне нужно Еще Монтировать Это видео Ну Монтаж Конечно Ничего страшного Там Не важно Я там Снимал Помню серии По час По часу Но Ладно Короче На этом Я заканчиваю Свой временный Доклад Всем спасибо За внимание Всем удачи Всем пока Конец связи